Сегодня я расскажу вам про салонную процедуру в домашних условиях. Мы ее сделаем с серией EverStrong Expert. Эта серия создана с маслом Амлы и это дает максимальное восстановление вашим волосам. Мы будем использовать как шампунь, так и маску и ампулу EverStrong. Смотрите наш выпуск и повторяйте дома, чтобы ваши волосы были блестящими шелковистыми. Сегодня мы покажем с Екатериной, как ухаживать дома на салонном уровне за окрашенными волосами. Мы видим, что у Кати волосы окрашены, поэтому они хорошо блестят, однако нужно помнить, что после окрашивания, буквально через неделю, кутика начинает приподниматься и вот эта вся ухоженность уходит. Поэтому здесь нужно глобальное восстановление и применять его регулярно. Крайне важно ухаживать за окрашенными волосами особенно внимательно. Сегодня мы покажем вам салонную процедуру в домашних условиях в косметиках Эберлик на серии Expert EverStrong. Глобальное восстановление с маслом Амлы. Посмотрим, как будут выглядеть волосы Екатерины после такого интенсивного ухода. Первым делом мы хорошо промываем кожу головы. Мы делаем это дважды для того, чтобы хорошо очистить волосы, а на втором этапе еще и дать возможность немножко приподняться к кутикуле, чтобы потом все нужное питание проникло к волосам. Если вы видите, что шампунь пеницы для вас маловато, смело добавьте немножко воды к корням, и это даст свой результат шампунь с пеницей лучше. Нам необходимо хорошо промывать, прежде всего, корни. И уже образовавшейся пеной мы можем смыть полотно волос. Первый раз промываем голову, мы прежде всего убираем именно кожное сало, очищаем, смываем хорошо. Второй раз у нас уже будут работать более активно те компоненты, которые ухаживают за волосами. Ну и для того, чтобы лучше работала маска или бальзам, мы можем второй раз чуть подольше подержать на волосах шампунь, как раз для того, чтобы за счет более щелочной среды немножко приподнялась к кутикулы и пустила себя, пустила в лупе волоса питание из бальзама или маски. Легкий массаж улучшит кровообращение, улучшит питание корней и соответственно ваши волосы будут выглядеть лучше, расти будут лучше. Обычно дома мы используем кондиционер, в нашем случае кондиционер-сыворотка из серии Эверстронг, но чтобы получить действительно уход салонного уровня серии Эверстронг, нам нужно будет сделать специальную маску. За базу мы возьмем вот эту маску глобального восстановления с маслом омлы и добавим туда две ампулы вот такого ампульного ухода с маслом омлы для того, чтобы сделать максимально интенсивный уход. Поскольку волосы у Кати окрашенные, то есть повреждены от корней до самых кончиков, мы наносим маску от корней, но в корни не втираем. То есть если можно отступить там буквально сантиметр, да, чтобы маска в меньшей степени воздействовала на корни и корни не жирнились, но полотно волосы целиком требует восстановления. Мы нанесли маску, но нам нужно выждать 10 минут для того, чтобы она хорошо подействовала на волосы. Соответственно мы собираем волосы в небольшой пучок, фиксируем их и надеваем шапочку. Шапочка нам нужна исключительно для того, чтобы вы могли заниматься своими домашними делами, и у вас не мерзла кожа головы. Мы выдержали маску с амплой и с ампулами 10 минут на волосах. После этого хорошо смыли, и кончики волос обдали прохладной водой для того, чтобы еще лучше прикрыть кутикулу на волосах. Сейчас мы уже будем вытирать волосы хорошо, да, и наша задача волосы тоже правильно вытирать, для того, чтобы они не повреждались в процессе этого действия. Соответственно нам нужно волосы, прежде всего, промокнуть очень хорошо на кончиках и, соответственно, здесь на длине волос. Вот вы видели, да, что краска смывается, и это естественный процесс после любого окрашивания, когда волосы отдают. И это как раз происходит, когда у нас идет из-под кутикулы, она приоткрывается при мытье, и вот краска уходит в краситель. Соответственно, чем лучше мы закрываем нашу кутикулу, тем более надежно краска будет запечатана внутри. Поэтому так важно вот после окрашивания, как раз то, что я говорил, использовать маски и бальзамы. Ну и не лишним будет добавлять различные спреи. Сейчас мы продолжаем наш салонный уход и на кончике мы несем новинку этого года, сыворотку для секущихся кончиков. У Кати, на самом деле, не так много секущихся волос, качество очень хорошее. Но для того, чтобы это предотвратить, потому что все-таки повторное окрашивание, оно подсушивает волосы, когда даже корни мы окрашиваем, все равно мы немножко тонируем и длину, чтобы цветопереход был незаметен. И в результате все равно краска воздействует на кончике. Для того, чтобы они были максимально защищены и не подвергались риску сечения, мы вот чуть-чуть добавили. А на полотно волос мы добавим наш легендарный эликсир с омлой. Я знаю, что очень многие его любят. Для того, чтобы волосы именно напитать, защитить. Все-таки у нас с вами не обычная процедура, а домашний уход, но с салонным масштабом. Небольшое количество нанесем. Каждый из вас подбирает оптимальное количество этого средства на свои волосы. Вот у Кати волос, на самом деле, много. Волосы не длинные, средняя длина, но достаточно. Они густые, может быть, немножко тонковатые, но в целом большое количество. Поэтому я взял чуть побольше средства, и я вот их аккуратно... Главный акцент я делаю, конечно же, на полотно волос. То есть это вот 5-7 сантиметров отступаю от длины, и вот на эту часть волос наношу. И уже, когда остается продукт на руках, его мы разносим на... Можно уже прям даже вот от самых корней, да, вот чуть-чуть донести. Почему мы так делаем? Потому что если мы говорим про волосы неокрашенные, натуральные, как правило, самые поврежденные концы волос все-таки будут кончики. Но когда волос окрашивается, то повреждается волос по всей длине. Он, с одной стороны, в первое время выглядит гораздо лучше, чем раньше, более яркий, более блестящий. Насчет того, что приподнималась кутикула, и туда входили и краска, и потом маска, да, после окрашивания. Но все равно уже, так скажем, кутикула приподнята. Соответственно, она уже дальше может ходить туда-сюда. Наша задача сейчас волосы подсушить и сделать небольшую укладку для нашей Екатерины. Мы закончили процедуру для Екатерины. Это было глубокое восстановление с маслом омлы, и мы видим с вами, насколько волосы стали блестящие, шелковистые, мягкие. И это фактически салонный уровень ухода, но у вас дома. Поэтому, если у вас волосы окрашены, требуется восстановление, обратите внимание, я крайне рекомендую вам серию Эксперт с маслом омлы, Эверстронг. В этой серии есть все, что вам нужно. Шампунь, кондиционер, маска и ампулы. То есть все то, чтобы ваши волосы выглядели здоровыми, красивыми, блестящими. Ну, в общем-то, как у Кати. Посмотрите. Продолжение следует...